Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Ям Муравей. Меня зовут Миша и я автор канала. И в этом видео я хотел показать вам, как сделать желе на фруктовой основе в домашних условиях. Собственно, самой основой нам послужит яблоко очищенное, половинка. Чайная ложка нам также понадобится. Тарелка. Мелкая терка. Вот такое вот сице, которое убитое после моей прошлой атаки. Желатин. Вот такой вот у меня есть мерный стаканчик с капалкой. Им удобно разливать желе по формочкам. Ну и, собственно, вместо формочек у нас выступят вот такие вот пластмасски от таблеток, которые надо промыть хорошенько два раза с мылом, потом просушить. И убрать вот эту фольгу, чтобы она не мешала, когда вы будете вытаскивать ваши готовые желешки. Итак, если у вас это все есть, тогда мы приступаем. Для начала возьмем тарелочку яблока и натрем его на мелкую терку. И вот у нас получилось вот такое вот пюре. Теперь нам нужно взять наш стаканчик. Можно взять и обычный стаканчик, но из него просто потом придется пипеткой или чайной ложечкой тоже все делать. Теперь наш стаканчик, сито, вставляем вот так вот, берем эту жижу и выдавливаем весь сок вот так вот. До тех пор, пока все это не закончим. Вот такая вот жижа у нас получилась. Ну, это, в принципе, и есть чистый яблочный сок. Ну и вот наш тарелочек, на которой мы работали. В общем, смотрите, теперь нам нужно добавить желатин. Но пропорция добавления желатина такова. Одно среднее яблоко, это одна чайная ложка желатина добавляется. Так как у меня яблоко большого размера было, а я взял половинку, то я возьму чуть-чуть больше половины чайной ложки желатина. В прошлый раз у меня было небольшое такое яблоко, а я взял одну ложку. Берем желатин, ложку. Вот такой желатин у нас. Фирма «Вкусмастер». Берем, в моем случае, чуть больше половинки. Ну, пропорцию вам сказала, сами это определите. Добавляем. Да, я уже, наверное, это многовато. Вот так вот добавлю. Все равно я высыплю обратно. Так вот чуть-чуть. И размешиваем всю эту богомуть. Ну, вот мы и размешали. Теперь нужно очень аккуратно разлить эту жижу по формочкам. В общем, разлив все по формочкам, у нас получается вот такая вот вещь. У меня, конечно, еще немного осталось этого желе. Вот, там еще много довольно его осталось. Я не знаю, возможно, тоже разлию по формочкам еще, если успею, пока оно не застыло. Или просто вылью, не знаю, в общем, что-нибудь с ним сделаю. Ну, что ж, видео, как я буду кормить своих муравьев, таких-то, как Руфи Барбисы, можно даже пробовать маткам Лазиуса, дать Трамориумы, Теннаторексы, появятся на канале, наверное, в скором времени. Ну, что ж, если вам понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал и в группу ВКонтакте, ссылка на которую всегда будет в описании. Всем удачи, пока!